При выведении закваски крышку как закрывать? Вы вроде первый день закрутили, а второй просто накрыли. Смотрите, в принципе, это не принципиально, как закрывать крышку. Вопрос в том, что если вы закроете ее герметично, то там может скапливаться конденсат очень интенсивно. Поэтому я закваску просто накрываю плотно, но не герметично. Если нет крышки без каких-то прорезиненных вставок, можно накрыть пленкой и сделать зубочисткой несколько дырочек для того, чтобы был доступ воздуха. Если сначала бурная закваска, а потом уже 5 дней нет реакции, кормлю в одно и то же время. Значит, если была реакция, а потом реакции нет, нужно убедиться в том, что закваска действительно жива. Если в течение 5 дней она не показывает, я говорю сейчас про выведение, если она в течение 5 дней вообще не показывает никакой активности, пахнет нейтрально и вообще нет никакого движения, это говорит о том, что нужно поставить новую закваску. Если динамика наблюдается, то тут нужно смотреть. Если она кислая, то, скорее всего, она уже перешла на светлую сторону. Поэтому нужно поставить новую закваску. Обязательно проверить качество ингредиентов. Какая была использована вода, какая была использована мука и температура окружающей среды. То есть все эти пункты, они должны быть в порядке. Про муку помните. Срок годности должен быть нормальный. У цельнозерновой не более полгода. Выше не так критично. Вода желательно не обратный осмос, не сильно мягкая. И по температуре 26-27 градусов.